Всем привет! Меня зовут Мария. И сегодня я покажу вам, как связать вот такой симпатичный узор ромбы из пряжи Puffy Fine. Это пряжа с уже готовыми петельками. Она специально создана для вязания пледиков, игрушек и других милых таких детских вещей. Чем хорош этот узор, который мы будем сегодня вязать? Он смотрится в этой пряже очень лаконично. Он не отвлекает на себя много внимания, но добавляет при этом изделию какой-то дополнительный интерес. Так как сама нить плюшевая, она уже красивая, она уже создает особое настроение и не требует к себе каких-то дополнительных, очень сложных узоров и техник вязания, то этот узор смотрится здесь вполне прилично. Я покажу вам, как этот пледик выглядит в развернутом варианте. Вот так этот узор смотрится. Очень ненавязчиво, лаконично, так гармонично. Плед не перегружен излишне узором. При этом глазу хочется наблюдать за направлением вот этих полосочек, следить за тем, как они переплетаются. Хочется прикасаться к нему, трогать, потому что вот эти полосы, они так заманчиво выступают на поверхности изделия. И его хочется трогать и изучать. Он, кстати, связан из пяти моточков пряжи Puffy Fine и имеет размер примерно 90 на 100 сантиметров. Ну что, приступим к вязанию самого пледика. Точнее, мы свяжем с вами сам узор. Плед мы не будем вязать, я просто покажу вам технику. Ширину узора ромба вы можете определять сами. Самое главное здесь выбирать такое количество петель, чтобы оно делилось ровно на два. В нашем пледике, который я вам показала, раппорт узора составляет 12 петелек. И плюс мы всегда добавляем две кромочные петли при вязании пледа. Сейчас мы с вами свяжем узор из двух раппортов. То есть мы свяжем с вами два ромбика. Свяжем его такой же шириной, как вы видите, плед. То есть по 12 петель на ромб. То есть всего мы должны набрать 24 петли и две кромочные, это 26 петель. Мы находим кончик нити у пряжи Puffy Fine. Отсчитываем ровно 26 петелек. И раскладываем их так, чтобы они смотрели все в одну сторону. Раз, два, два. Вот у нас последняя петелька будет. И отсюда мы начинаем вязать. Мы всегда будем вязать по лицу. То есть изнаночную сторону мы не будем переворачивать каждый раз плед, а всегда будем вязать в одну и в обратную сторону. Так, первую петельку мы просто протягиваем. Это кромочная. Дальше у нас начинается уже узор. Где-то в серединке вот здесь будут две петельки перекрещиваться. И дальше рисунок будет располагаться вот таким образом. У нас в рапорте 12 петелек. Значит, две центральные петли будут у нас переплетаться. И до середины ромба, значит, мы должны провязать 5 петелек. То есть провязываем их обычным способом. Протягиваем новую петельку через старую. Два. Три. Четыре. Пять. Вот у нас идут две дальше петельки, которые мы должны перекрестить. В первом самом ряду мы можем перекрещивать их в произвольном порядке, как вам нравится. Я перекрещу слева направо. Дальше уже в зависимости от этого направление каждый раз будет меняться. И нужно будет ориентироваться по рисунку и смотреть, в какую сторону нам перекрещивать петельки. Вот мы их перекрестили. И дальше нам нужно связать до следующего узора еще 5 петель. Так, можно сказать, что раппорт один. В первом ряду мы связали. Все то же самое мы делаем для второго ромба. То есть мы провязываем 5 петелек обычной лицевой гладью, две перекрещиваем, еще 5 петелек и одна кромочная. Перекрещиваем мы петельки обязательно в том же направлении, что было и в первом рисунке. То есть здесь мы задали направление, теперь мы должны его повторять, чтобы ромбики все были одинаковые. То есть перекрещиваем слева направо. У нас остается одна кромочная петля. Ее мы просто протягиваем. Так же, как все остальные лицевые петельки. Второй ряд мы вяжем точно так же, но в обратном направлении, не разворачивая наше полотно. Теперь мы должны связать первую петельку кромочную, как обычно, протягиваем ее. Дальше мы вяжем уже не 5 петель, а на одну петельку меньше. 4 петли. Вот у нас перекрещивание первое образовалось. И теперь мы должны расширять наш узор в разные стороны. И мы перекрещиваем эту петельку, которая у нас ушла вбок в предыдущем ряду, со следующей петелькой. Опять же, направление берем так, чтобы вот эти петельки рисунка, они всегда были сверху. Поэтому мы нашу петельку рабочую, мы ее подкладываем под петлю узора. Петлю узора. Следующая петля у нас окажется в середине ромба, в центре. Поэтому мы ее провязываем обычным способом. И следующая у нас петля узора идет. Мы ее накладываем сверху, так же, чтобы узор шел поверх изделия. А вот эту петельку мы провязываем обычным способом. Далее мы провязываем еще 4 петельки. Это раппорт одного узора ромба у нас получился. Вот у нас начинает уже вырисовываться наш узор. Его еще пока не очень хорошо видно, потому что мы связали всего 2 ряда. Но дальше узор будет все более отчетлив, и можно уже будет ориентироваться при вязании чисто визуально. Провязываем еще 4 петельки следующего раппорта. И снова мы должны сделать перекрещивание. Не довязывая одной петли до перекрещивания, мы опять снова вот здесь перекрещиваем петельки. Узор идет на расширение. И провязываем их, как было у нас в предыдущем ромбе. Так, эту петельку мы тоже перекрещиваем. И провязываем последние 4 петли. Последняя петелька у нас, как всегда, кромочная. Вот мы связали с вами 2 ряда узора. Следующий ряд мы вяжем точно так же. Теперь у нас перекрещивания будут еще раньше начинаться. То есть мы провяжем сначала кромочную, 3 петли. А дальше уже начнем вывязывать ромбик. При этом каждый раз у нас к центру будут добавляться по 2 новые петельки. Одна с правой, другая с левой стороны. А сам ромб будет становиться все шире и шире. Так мы вяжем до тех пор, пока в центре ромба у нас не окажется 10 петель. Это будет место максимального расширения нашего ромба. Всего раппорт у нас узора 12 петелек. 2 петли у нас уйдет на стеночки ромба и 10 будут внутри. Вот я сейчас довязала до того места, где у нас ромб имеет самую широкую часть. Внутри 10 петелек у нас. И со следующего ряда мы начинаем вязать сужение узора. Но визуально как бы ромб будет сужаться, но на самом деле мы будем продолжать вязать вот эти полосочки в ту же самую сторону, куда мы их вязали. То есть вот эта полосочка пойдет дальше, эта также пойдет дальше. Просто мы их перекрестим вот здесь. Но с небольшим замечанием, то что по краям у нас в этом месте вроде бы мы как должны перекрестить вот здесь эти полосочки, но так как у нас дальше нет ромба, мы будем эту петельку пропускать, вязать ее просто по рисунку, а в следующем ряду мы ее уже начнем сужать и вязать в эту сторону. То есть вот эта полоска последняя будет менять свое направление. Все полоски, которые идут по центру пледа, они будут просто перекрещиваться. Итак, начнем вязание. Первую петельку кромочную мы, как всегда, протягиваем. Дальше мы пропускаем. То есть мы ее провязываем, но направление никак не меняем. И вяжем теперь до следующего перекрещивания. Так, мы довязали до двух вот этих петелек, где у нас будет перекрещивание. Теперь мы внимательно смотрим. У нас внизу вот эта полосочка была сверху. Чтобы рисунок смотрелся красиво, теперь она должна как бы занырнуть туда вниз. И поэтому мы вот эту петельку подкладываем. А эта петля у нас наоборот проходила снизу под рисунком. Значит, теперь она должна пойти наверх. Тогда узор будет смотреться красиво. Каждый раз в каждом ромбе мы обязательно обращаем на это внимание. Потому что визуально, если полосочки будут идти все время в разнобой, будет непонятно глазу, почему рисунок как бы держится и не распадается. Потому что проще мозг воспринимать эти переплетения, когда они логичны. Вот мы довязали до последней петельки в ромбе. По идее, мы должны ее перекрестить со следующей. Но так как у нас следующей нет петли, у нас дальше идет только кромочная, мы ее оставляем на месте. Провязываем просто как лицевую. И последнюю вяжем кромочную. В следующем ряду мы продолжаем наше вязание. И, по сути, мы повторяем тот же самый узор, что у нас был в самом первом ряду. То есть, вот мы здесь перекрестили две петельки. Теперь это перекрещивание у нас сместилось вот сюда. Провязываем одну кромочную. Теперь вот этот момент, вот в этом месте мы начинаем сужение. Перекрещиваем здесь петельки. В этом месте у нас вот она, две петли перекрещены. Теперь мы должны их как бы сдвинуть в стороны, а вот эти петельки убрать в центр, чтобы образовался следующий ромбик. Перекрещиваем. Вот у нас получается, уже вырисовывается узор. Я связала следующий ряд. И таким образом мы вяжем до самого конца ромба. То есть, продолжаем вязать рисунок. Как по логике вещей он должен выглядеть. Смотрим все время за направлением вот этих стенок ромба. И, пожалуй, все. Вот я уже практически довязала первый рапорт нашего узора ромбы. И вот довязала до того момента, когда у нас идет вот здесь перекрещивание. По идее, здесь у нас полосочка все время идет сверху. И непонятно, куда она должна идти. Вниз или вверх. И в этот момент мы смотрим на вот эту тогда полоску. Ориентируемся по ней. Она у нас здесь проходила сверху. Значит, здесь она у нас уйдет вниз. Соответственно, мы вот эту полосочку проводим сверху. Такая ситуация будет каждый раз по краям нашего пледа. Так как у нас идет здесь кромочная петля. И ромбик вот здесь будет заворачивать. И за этим надо следить каждый раз. Я вам показала основные моменты в вязании узора ромб. Поэтому, соответственно, в пледе он будет продолжаться и дальше. Но мы сейчас не будем вязать такое большое полотно. Я вам покажу сразу, как закрывать последний ряд. Пряжа Puffy Fine хороша тем, что вы можете начинать закрывать последний ряд в любом направлении. Как слева направо, так и справа налево. Это мы можем сделать, потому что в закрытии петели уже не участвует рабочая нить. Поэтому нам не важно, где она заканчивается. Закрывать мы будем последний ряд, только используя те петельки, которые у нас уже есть в работе. И поэтому вы всегда можете ориентироваться на свой рисунок. И, отталкиваясь от него, решать, где вам удобно его в каком моменте закрыть. И не провязывать лишние ряды, только для того, чтобы у вас сохранилось правильное направление вязания. Ну что, начнем. Я буду закрывать петли, начиная с правой стороны и уходить налево. Первую петельку мы берем и просто протягиваем ее через вторую, следующую. Это очень просто. Потом берем следующую петельку, также ее протягиваем. То есть, здесь все элементарно. Проще даже попробовать, наверное, чем объяснять. Вот. И получается у нас в последнем ряду вот такая аккуратная косичка. Вот и весь секрет. Я закрыла последнюю петельку. Дальше мы можем обрезать ниточку и закрепить ее с помощью иголочки, спрятать сбоку, между кромочными петлями. Вот и все.